Найти и обезвредить. Круглосуточно по одному звонку эти ребята готовы выехать в любую точку республики. Саперы, кинологи, инженеры, взрывотехники всегда на страже безопасности. Исполнилось 27 лет со дня образования инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии Почувашии. Об их нелегкой и опасной работе в репортаже Татьяны Трофимовой и Георгия Кривошейна. Сегодня наша съемочная группа работает в составе инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии. По легенде на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас мы с группой разминирования выезжаем на место. В команде саперы-кинолог с собакой. Вреди на этот раз бельгийская овчарка Рикса. Она уже три года помогает находить взрывчатые вещества. Человек и собака понимают друг друга по взгляду. Рикса слушает только своего хозяина и работает только с ним. Собака уже сама знает, что когда ее вывели с вольера, надели ошейник, значит идем работать. Собака очень активная, даже, можно сказать, чрезмерно. То есть работа для нее – это игра. Очень нравится ей. Это полноправный партнер. Их главное оружие – спокойствие и расчет. Действуют строго по инструкции. Сначала собака осматривает место, где по версии обнаружен подозрительный предмет. Ее задача – как можно быстрее найти взрывоопасное вещество. Потратив на обследование территории меньше минуты, Рикса ложится на землю. Когда собака своим поведением дает понять, что обнаружено взрывчатое вещество, в дело вступает сапер. Он одевает сначала настоящий взрывозащитный костюм, который весит очень много, практически 40 килограмм. Мне, как новичку, сегодня дали облегченный вариант. И уже в спецзащите сапер в первую очередь устанавливает на месте блокиратор радиопомех. Оборудование не пропускает никакие сигналы и поэтому исключает дистанционный запуск взрывного механизма. Затем обследует найденное вещество. При возможности обезвреживает на месте. При необходимости устройство вывозят на специальный полигон. Подразделение решает вопросы, незамедлительно реагируя на все сообщения о подразделительных предметах, по обнаружению инженерных боеприпасов, самодельных взрывных устройств, а также на предметах обследования наличия взрывопастных предметов, местах массового пребывания граждан, публичных мероприятий. Успех любой операции – это командная работа. Ее результаты не всегда видны людям. Но это не уменьшает значимости работы специалистов инженерно-технического отделения. Ведь предупредить чрезвычайное происшествие – это значит спасти жизни. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика.